Так, ну что ж, снова здравствуйте, друзья, по-прежнему с вами студия StarLadder, мы вещаем для вас DreamHack прямиком из Атланты, это последний турстоп в рамках третьего сезона по Хардстоуну в этом году, все турниры, все турстопы со следующего месяца, с декабря будут автоматически квалифицироваться на следующий сезон и все очки за них пойдут, соответственно, в следующий сезон Хардстоуна. Друзья, уже 2019 года, боже мой, как быстро лисит время. Продолжаем мы с седьмым раундом швейцарской системы, очень хочется посмотреть на Феномена и Джаст Саяна, это просто лютые ребята, невероятные игроки, что Феномена и Джаст Саяна. Против Феномена. Там есть болельщики, кстати, болелы просто подъехали. Глоры. Глоры, ультрас. Глоры Джаст Саяна. Саян ультрас. Сейчас пойду там шашки разжигаю, там сразу же закидывать в камеру все это дело. Why not? Ворвался, конечно, как царь Михаил. Ну и грустный Джаст Саян в любой непонятной ситуации всегда. Всегда грустит. Всегда грустит. Знаешь, на что мне реально интересно посмотреть? Как выглядят пати команды Джаст Саяна и товарища Мази? И Мази. Они просто настолько веселые ребята, что один, что второй. Я представляю. Они просто сидят и играют в Хардстоун. Я просто представляю, знаешь, какой-то там клуб, движуха, игроки ходят, народ только Джаст Саян и Мази все такие, так, если мы берем Бако Паладина, то против Роги у нас плюсовый матчап, друида надо банить. Я думаю, что как-то так выглядят их веселье. Это будет потрясающая подсъемка, к слову, если она вообще возможна, в принципе, в истории. Что они сидят в клубе, просто на телефоне обсуждают какую-то игру, какую-то противостояние. Смотрят какую-то рекламу. Да. Вокруг какой-то экшен происходит. Я думаю, это не только потому, что трансляция зависла. Феномен просто так подвис забавно. А Феномен всегда выглядит, как будто он после пати, вот только-только. Ну и пока готовятся игроки. Феномен чемпион, Феномен, да, в последнее время очень сильно набрал. Большой молодец. Действительно, и Феномен, и Джаст Саян очень сильные ребята. Очень жесткий представитель европейского ладера, очень жесткий представитель американского ладера. Действительно, дуэль должна быть невероятно крутой. Давай к лайнапам. Я думаю, что это, как всегда, самое интересное в начале встречи. Что Феномен? Феномен вообще любитель агрокалод. Это сразу подтверждает его Баку Паладин. Маригас Друид одна из его основных ладерных калод. Дезрат Элхант. И уже привычный комбо-савижевский-осмодаевский прист. Лайнап похож на предыдущий лайнап Оранжа. И Оранж этим лайнапом выиграл Салат. Что его оппонента? Также Дезрат Аллахотник, также Паладин, но это уже четный Паладин от Джаст Саяна. Варлок четный и Друид Таун Друид. Опа. А вот тут так-то... Неплохие колодки нарисовались. Да, Джаст Саян вообще по-другому смотрит на эту мету. Его взгляд ближе к взгляду Мази. Ну, логично, эти ребята, тиммейты. Синталола. Угу, Синталола, согласен. Ты на кого ставишь? Я скорее... На Саяна я бы поставил. Вот мне тоже. Мне по лайнапу больше нравится Джаст Саян. У него более контрольные колоды. То есть у Джаст Саяна при более-менее равной игре шансов выше. Но у Феномена колоды, знаешь, которые принято называть хайрольными. То есть вот у него все колоды, что Малегас Друид, что Дезратл Хант, что Баку Паладин, что вот тот самый комбо-жрец. Это все колоды, которые с Голдфишем вообще могут вынести кого угодно. Им все равно. Давайте смотреть, кого банить. Ну, просто сильные деки на нынешний момент. Кому банить Джаст Саяну, например. Малегас Друид или Хантишка? Малегас Друид. Слушай, я бы, наверное, на его месте завалялся Дезратл Ханта. То есть с Дезратл Хантом ты не сильно хочешь играть на Варлоке. Четный Паладин тоже может проиграть. И Зеркало это не стопроцентный. Нет, ну подожди. Против Хантишки Варлок неплох. Зависит от захода, но по тому же хри-плея, я думаю, что Охотник на Хрипах будет впереди. Где-то 55-56%. Чем-то. 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 Да, Хри-плейс это подтверждает. Причем за 25 тысяч игр, то есть эта статья можно доверять, там 56%. Нжица невидима от феномена, в свою очередь. Минус. Паладин. Минус жрец, минус. Четный паладин. Интересно. Вот бан, ну бан жреца окей, у тебя более такой тяжелый лайнап. Жрец крутая игра с тяжелыми кодами. А вот бан четного паладина действительно любопытно выглядит. Феномен ошибается в очередной раз. У нас проскилловое противостояние друида. Друзья, устраивайтесь поудобнее. Игра будет доброй и быстрой. Токен друид против мали друида. Для токен друида зачастую это противостояние заканчивается в плюс. Причем вообще старый добрый токен друид с учительницей магии. Ой-ой-ой, еще один буйный рост. Может в начале училку все-таки поставим? Ну пока четыре кристалла, почему нет? То есть заставим противника отдать какой-то ремувал, например. Ну нет, что сцена, тоже моя способность. Буйный рост находит еще один. Ну что, феномен, я скип консид. Оппонента два разгона у тебя, один разгон. Это они феномена нормально к такому относятся. Это разогревчик легкий. Как тебе, кстати, такая карта, как озарение, которое вернулось в друида? Стоит ли она... Да, понятно, что любую карту можно сказать, что она хорошая. Но вот стоит ли она действительно вот этого слота? Ну я не знаю, Михаил, по-моему это вкусовщина все, если честно. Ну, я же поэтому и спрашиваю, как тебе. Ну мне больше привычные, наверное, нравятся концепты. Ну то есть не просто так же от озарения избавлялись, согласись. В свое время-то. Озарение это просто плюс один кристалл мана. Ну да, и под десятку тебе это помогает. Но топдеки озарения знаменитые, да? Они как бы очень круто заезжают в друида. Эх, где времена озарения, озарения гидра? Или озарение птенец, озарение монета птенец? А где вот это? Лучше монета озарения, озарение туристан. Вот как ты заговорил. Началось. Вчера я уже вспоминал подобное. Ну вот это настоящее было озарение. А потом просто летали ж. Царева, пеньков, двух. Ну феноменов всегда на позитиве. Он такой, два деспота, два деспота. Красиво. И он буковку L спамит просто в лицо. А я ну после этого. Победитель, как победитель, настоящий победитель по жизни. Ну и все. Тут давай еще предсмертный хрип в виде души леса. И закончим на этом. Озарение, озарение смертокрыл выставлял у нас один из зрителей в чате. Но это тоже, это классная комба. Время чумы? Или все же размах и второй лунный огонь? Или вообще лич? Лич. Задворева. Можем найти летал? То есть мы размениваем учеником и лицом, например. Даже тут скорее лицом. 6, 5, 7, 17. 6 плюс 20, 26. Абилка, да? 29. И 29 у противника. Я правильно понимаю. Но ты не можешь под ноль снять лича. У тебя нет ровно 8. На училке будет 7. На скоробе будет 5. И ты урон отдашь. Больше урона отдашь. В лича. Да, да, да. Ты в него должен отдать 2 удара. Соответственно он впитывает лишний дэмэдж. Из-за этого ты не можешь его залетать. Ну, как бы то ни было, только зачистка спасается, Яна. Какая? Ну, к смерти разложения. 2 по всем. В будущем. Если вот сейчас карта, которая пришла, она должна быть зачисткой. Или антимагический щит, например, на будущее опять. На чуму к 10. Но мы видим, что это воровство из колоды. Он тебе тут никаким образом не помогает. Ну, хотя бы училку забрали. Средняя, средняя живая мана на одного древня. Вот вы смеетесь, а вы такое видели на турнире, кстати. Игорь, Игорь подтвердит. Озарение, озарение, greetings причем. Живая мана, escape, conceit. Это был какой-то из Dreamhack. Вот это было топово, ребят. Я как-то топ-дек кенария. Нормально все там, Джессоян. Ну, это Джессояду. Какие из вопросов? Участик чемпионата мира. Шутки от Синталола. Да я проиграю Джессояну, потому что мы скриптово все зайдет. Ну, я точно знаю, что я проиграю на интервью. Он просто после победы давал интервью. Ну, там скрипты, там все прописано уже. Уже, как бы, я знаю, что я проиграю. Ну, типа, да, будет равная борьба, но я все равно сольюсь. Ну, это одна из самых интересных каток, которые, наверное, вообще были на всем осеннем чемпионате. Это матч именно Джессояна против Синталола за выход на чемпионат мира. Потрясающая была игра. И накал страстей, и отыгрыши. С одной и с другой стороны прям все на высшем уровне. Кому интересно, пересмотреть? А тебе что заполнилось? Мне больше понравилась игра до этого Джессояна. с его оппонентом. А, там, где его оппонент не успел поиграть в Хардстоун? Интервью от Джессояна после. Вот это да, это было сильно. Настоящее проявление... О-о-о-о! Че там, че там, подожди, я про... А-а-а! Ну, понятно, привет, Джессояна. Нормально. Это он, это он. Погнали. Это Джессояна. Поехали, буйный рост. Это феномен так посматривает. Знаешь, он все ниже и ниже спускается. А у тебя там все хорошо? Вот, Джессояна, это просто сын маминой подруги. У него руки... Ну, просто как? Ну, серьезно, ну как это можно ловить? Поехали. Буйный рост, обилка. Училка, да. Нет, так все нормально, там виски приедут на следующий ход. Ну, не знаю, как-то так себе. Все. Вот кто не понаслышке знаком с Хиромантией. Вот тут, кстати, поддержу. Это там, по-моему, черная магия. Набор на следующий. Как он это делает? Феномен уже был невесел. Сильно играет. Что мне дает, да? Ну, берег, нет, послодавайте. Гризды. Ведевиного леса. Что, десятка? Ну, рюкнету. Ну, мы доберемся с Трикард. Ну, да, пойдет. Сейчас. Виспы должны быть. Да как нет висповках? Так-то. Поломалась. Поломалась игра. Ну, есть десятка при этом, да? Слушай, может, куб на Гризли прямо сейчас? Да. Тут Джессояна будет тяжело пройти через всю эту толпу Гризли. На следующий ход каждый, да. На следующий ход все будет хорошо. Через 24 хп, да, это уже за жестком. Так там больше, там два раза по четыре Гризли. Там 48 хп. Ну, если сейчас не убьет куба. Сейчас посмотрим. Да, убивает куба Джессояна. Есть запись с комментарием на русском Синтало против Джессояна. Должна быть на канале PlayHardstone.ru. В разделе видеозаписи. Там, друзья, обычно хранятся все повторы. И еще немного Гризли. Теперь, да, Гризли разворачиваются в полной мере. Есть смысл даже сучка стрелы взять. Там все равно нет возможности сломать пушку, я понимаю. Это медвежий бунт. Это, это бунт. Длитейший. Десятка улетает. Но под ревами, конечно, можно попробовать это как-то все. Закомбинить. Смотрим. И деспот. Только один? Только один деспот. Так. Бомба. Вскрыть бомбу или обходной удар? Так, сейчас. Сейчас зайдем. Куда ты там собрался заходить, Миша? А, вон, в чате. Приглашают нас на бан. Ага. Это сильно. Интересно, молодой человек. Слушай, но если это предложение от молодого человека, то это вообще прям беда. Надеюсь, что это все-таки хотя бы девушка. Ну. Да, есть, да. Есть смутное сомнение. Да. Лучше не проверять. Так, и у нас в результате что? В результате у нас чума. Плюс небольшое количество предсмертных хрипов. Немножко совсем. А феномена... Похоже, что он в результате ханте. Таки отобьется от этого захода. Ну, я бы пока... Не был столь уверен во всем этом. Я не совсем понимаю, зачем он зачищает всю эту дичь. Если честно. Потому как там сейчас еще разочек. Разыграется подобное. Но максимально. Разменивается здесь. Так, продолжение. Для американского киберспортсмена. Еще одна чума душа леса. Хотелось бы на пустой стол сыграть чуму еще одну с душой леса, да? Но мы можем сыграть вообще по-другому. Мы можем сыграть... Например, размах в гризли. Добрать таким образом гризли и добрать таким образом бомбу. Сыграть, к примеру, зов чащобы. И держите пилку. Можно сыграть ДК. Мне уход через ДК, наверное, нравится больше всего. Причем, знаешь, что можно сделать? Такая, его можно сыграть в яды. Таким образом просто надеяться на то, что оппонент не сможет это нормально забрать. Но нет, все-таки это будет чума. Мам. Не хочет отдавать инициативу Джессо Ян. Он так проигрывает стол, и он прям хочет убить следующим ходом Слабдаком второго рева. Ну, у него плюс есть виспы, да? Это немаловажно. Ну вот, и вот тебе один из самых непопулярных друидов сейчас. Ну, все циклично, Миш. Ну, тут еще какой-то класс вернулся, помимо этого. Слушай, там были еще какие-то... Ты не встречал вырвиглазные жрецы? Интересные, с подопытным, с декандуином и так далее. Видел, что-то? Мне не встречал, нет. Сейчас я тогда посмотрю. Ты же видел-то его? С подопытным и декандуином именно. Слушай, ну, там прям дикая дичь. На этой колоде еще топ-1 брали или что... Что-то такое в Азии. А, в Азии. Все, можете продолжать. У них там свой ладер. Своя атмосфера. У них там свой ладер с подопытными. И декандуином. Сейчас я вроде бы... Лука составил. Так. Давай считать. Второй рев есть? Нет. Есть Кенари. Опа. Какой топ-дек для Джесса Яна. Боже мой, как же он грязно играет. Это камбэк. Только если он случайно двух пеньков не поставит. Но вроде все хорошо. Ну и такое было у нас. Ну, дека, наверное, да? Вот если дека не зайдет? Феномен. Если дека не зайдет, то это гг. Автоматическая причем гг. Есть хоть какой-то еще топ-дек, кроме дека. Например, Катрена. Помогает? С крушем. Да, что-то не очень. А что, действительно, не очень. Хоба и взрывная ловушка. Угу. Хоба и, да, действительно, взрывная ловушка. Ну, делекс. Ну, нет. Понятно. Отбился, проверяй. Ну, и что-то мне подсказывает, Михаил, что токен друид унесет феномена. Как бы три медведя там сидела, но не сработало. Не помогло. Да, токен друид хорош. Не зря он в пермобане сидел очень долгое время. Ну, а потом он потерял популярность. Вот вспомни, даже в агро-лайнапы на протяжении нескольких турниров везли именно Малидруля, а не токена. Давай, поехали. Буйный рост, буйный рост, дар природы по классике. Буйный рост. Да, 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 буйный рост. Училка, дар природы, деспот. Деспот. Ну, как он это делает? Расскажи, Миша. Ну, это же нереально. Три игры. Тут первого хода нет, понимаешь? Нет первого хода. Сэр, раздражуль. Я понял, да, игра очень интересная. Оппонент Джаста Яна... Не смог поиграть в Хардстоун, феномен, и чуть-чуть улыбается. Понятно. Понятно. Унесу тебя, я в чащу, унесу тебя, я вдаль. Умекает Джаста Ян. Ага. Понятно. Я думаю, что мы не будем играть в Деспота. Да, я думаю, что мы тут вообще не будем играть, если честно. Ладно, ну, с другой стороны, это же выглядит хорошо. Да, новый уровень, это хотя бы что-то, знаешь. Но свайп законтрит весь стол. А, ну так, все понятно. Сигнал получен. Проплачено, нет? Размах. Так. Ииии... нет. Там, тадам, тадам, тадам. Семь Скоробеев смотрят на семь паладинов такие. Че хотели? Че надо. О, тут два новых уровня, смотри-ка. Феномен начал в Хардстоун наконец-то играть. Ура! Сколько можно было? Вот размах сейчас, мне кажется. Да, сейчас размах, кстати, тоже неплохо. Согласен. Как мы таким образом уберем... Это не размах. Ну, тоже неплохо, на самом деле. Таким образом размениваем сколько? Три существов. Четыре даже. И спамим стол по-новой. В общем, есть у них подозрения насчет этой игры. Да, Джесса Ян... Это Джесса Ян, ребят. Это участник чемпионата мира. Многократный призер турниров. Он так играет постоянно, поэтому в целом привыкайте. Поперло, что называется, для Джесса Яна. Очень долгое время ему не везло в Хардстоуне. Ну, погоди. Тут, на самом деле, стол для Пакупала хорошо выглядит. Ну, там вторая чума есть. Разбиваем весь стол, кроме училки. Играем еще одну чуму, два деспота. Но мы не сыграем двух деспотов. Почему? Чума, два деспота. Одного сыграем только. А, ученик же еще появится, да. Нет, нет, двух сыграем, все нормально. Ты сейчас ставишь три скоробея. Скоробея один-два разменишь в пять-един и два деспота. Да-да, все, все хорошо. Ну, если так, то да. Нет, он вообще будет отдавать училку. Чтобы поставить двух деспотов. Ну, ну, призунь. Феномен улыбается, по-моему. Там десятка еще должна стоп-дека прийти, и вот тогда это будет... ...сильно. Hello! Привет, привет, привет! Ни хау, ни хау, ни хау. Ну, давай десятку. Размаха. Тоже неплохо. Пойдет. Как это? Вдобор. Размах. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я понял. Вдобор. А вот знаменитое озарение. Да, сильно. Это все выглядит сильно. Сильно, больно, несправедливо. В многом. Больше сразу. Ну, а как тут еще комбатч и надеяться, что там больше нет никакого варианта распамить стол или забить стол? В раз тебя могут самого приговорить, да? Сколько здесь? 9. Плюс 7. Провокация поэтому 100% появляется, чумы больше нет. Ну, если трамок свайп, кстати. Размах, что шел. Смотри, второй размах. Давай. Как он играет? Боже, ну это невозможно просто игры. Ну, алло. Посмотри на федоменах. Ну, это же невозможно, Миша. Как это можно? Ну, это невозможно выиграть. Он во всех трех играх словил буйный рост и дар природы. Два буйных рост и дар природы. Он словил идеальные моменты по размаху. Да, просто... Как против него возможно играть? Ну, подожди, будет еще 4 провокации сейчас, да? Ну, да. Класс. Тут еще, может быть, как-то сможет запетлять эту ситуацию. Да, да. Не знаю, что, что может... Ну, десятка должна прийти, правильно? Сейчас. Покласси. Ну, давай. Не подведи, Джастайон. Нет, это не десятка. Что? Ну, есть размены. И сколько здесь? Четыре урона, плюс лерой десятка. Мм, одинов. Одинов. Так, а мы и картонку можем добрать прямо сейчас. И, например, какой-то ветерана Кероса может быть. Я лима побережу. Не, я думаю, что нужно все выставлять. Он уже на следующий ход, то дай мне десятку и ты умрешь. Как бы, ну тут... Ну, вообще, ты умираешь, если ты не размениваешься, понимаешь, чем дело? Но ветерана Кероса и... Нет. Это как Гэр. Одинов. А ты не разменяешься, как-то красиво, да, получается? Да. А почему печать была на паладина, а не на огневичка? Мне кажется, он считает, что не выиграет по-другому. Ну, это вариант забрать 6-2 паладина рекорта, что это десятка. А, ну это немножко... Опять не десятка. Как так-то, боже мой. Не везет часы, Яну. Да вообще, что за дела? Ай-яй-яй. Бедолага. Громко-голосый бар. Можно интервью, пожалуйста, с Яну и феномена? О-о-о-о, феномен такой, как же достали эти лакерки. Сколько можно играть вообще? О-о-о-о. Рукопожатие такое, да? Джасайян. Что-то слабый практик не попался. Джасайян Т1000. Миссия выполнена. Человечество уничтожено. Еще один шажочек к тому, чтобы захватить землю. Увлекательная игра. Просто ушел, да? Партийка, конечно, жесткая. Вот примерно такой же был матч на осеннем чемпионе, после чего у Джасайя набрали интервью. И он говорит, мне кажется, мой оппонент не успел поиграть в Хардстоун. Да, да, да. Красиво. Красиво, Джасайян. Мы тогда, конечно, громко. Это окончание седьмого тура. Я думаю, друзья, можем уходить на паузу до начала восьмого. Обычно это пауза минут десять. Да, ребят. Ну, скоро вернемся. Мы с вами по-прежнему в чате. Если что, какие-то вопросы есть, задавайте их здесь или пишите нам в Твиттер. Продолжение следует...